Нашел старые чертежи своего дома. Вот у нас остается система отопления сама. Труба самая толстая от котла. Вот она выходит. То есть вот уже я в пропорции в существующем фундаменте. Что она реально существует. Крышу мы убрали. То есть вот, значит, сейчас будет все понятно. Видишь? Ну вот это то, что идет в теплый пол. Так, мы шли к котлу. Пойдем до котла, дойдем. Потом вернемся, я расскажу. Тут нигде не запнись. Да, здесь темно. Тут не запинайся. Вот еще один недостаток. Да, еще один недостаток. Вот мы... Это дома. Да, это сердце, можно сказать. Вот у меня котел стоит. Так, ну, ты лучше его сам снимай, потому что я... Давай я тебе буду снимать, а ты спрашивай. Иди спрашивай. Да, конечно. Меня и тебя снимать будут? Нет. Котел показывает. Котел. Ну, тогда вот так вот просто держи. Вот можешь вот так вот держать примерно. Вот за это удобнее. Чем выше, тем удобнее. Это вот ростовский котел. Я выбирал по каким параметрам. Сибиря называется. Ну, значит, он мощностью 30 киловатт. С запасом я его брал. И вот про регулировку. Вот он сейчас работает. Вот у меня сейчас температура выставлена чуть меньше 60 градусов. То есть он сейчас нагреется и сам выключится. Он энергонезависимый. То есть смысл какой? Есть сплавы металлов, которые при нагревании выделяют электричество. За счет того, что там горит уже газ. То есть изначально его пьезорозжигом разжигаешь и он горит. Вот. Электричество не требуется. То есть вот вообще здесь есть электроника. Это вот, кстати, сама фигня. По-моему, то ли американская, то ли итальянская. То есть это сам блок управления подачей газа. Вот здесь что-то. Вот все. Он погас. Он автоматически погас, но там горит маленький фитилек. Да, он горит. Вот, фитилек горит. Вот. Значит, сейчас в батареях температура упадет. Он сам загорится. Если мне надо сделать погорячее, я вот здесь регулирую. Холоднее и горячее. Ну, практически, вот диапазон регулировок у меня зимой, ну, в пределах там, не знаю, 5-7, редко 10 градусов, когда я добавляю. То есть я делаю либо... У меня скачет 55, где-то 65 градусов я его выставляю. Какое объем у котла? Объем? Ну да, сколько там воды находится. А неважно, сколько находится в нем воды, сколько находится воды в системе. Вот, видишь, вот она, труба уйдет. Вот здесь вот идет труба 2 дюйма. Вот она выходит. А там, кстати, 40. 2 дюйма это которая? Вот она, 2 дюйма. Это 50 миллиметров труба, самая толстая от котла. Вот она выходит основная, пошла наверх и идет, значит, к батареям. Вот стоит насос, который выключен. Это насос в обход котла. Мне убедили поставить его, значит, электрики, ой, не электрики, сантехники. Они сказали, у тебя система работать не будет, давайте поставим насос. Я говорю, хрен с вами, давайте поставим. Ну, тоже сомневался я тогда, то я сейчас не сомневаюсь. Я поставил насос. Также здесь нет еще одного насоса. Вот это так называемая гидрострелка. Вот будет темно, наверное. Ну, может быть, это надо будет потом снимать. Это так называемая гидрострелка. Как правило, в случае, когда это делают сантехники, они ставят отдельный насос на гидрострелку. У меня на гидрострелку тоже нет насоса. То есть, здесь тоже естественная циркуляция. Вот эти две, это не насосы? Это насосы. Но я объясню сейчас, для чего это насос. То есть, первый насос, которого у меня нету, это насоса, которого у меня нету на батарее. То есть, жидкость с самотеком вот по этой трубе, она идет туда. Второго насоса, которого у меня нету, это нету насоса у меня на гидрострелку. То есть, у меня тоже жидкость, она циркулирует сама по кругу. Вот. А для чего нужна гидрострелка? от гидрострелки уже идет разбор на теплые полы и на горячую воду вот этот насос он работает постоянно он вообще всегда включен ну когда есть необходимость то есть я его осенью включаю с началом лета я его выключаю это насос который греет теплые полы вот здесь вот температура то у меня в теплые полы идет сейчас 31 градус вот если пощупать но ты практически не ощутишь будешь нет не обожгешь видишь вот это то что идет в теплый пол по большому счету можно отключить основную систему у меня будет работать только теплый пол а потому что у теплого пола трубочки сечения внутри всего по моему или 12 или 14 миллиметров чтобы продавить сопротивление очень большой почему здесь вот здесь нужно делать большой диаметр чтобы вода шла самотеком здесь можно сделать меньший диаметр но для этого нужен насос чтобы продавить это вот он этот насос стоит он работает постоянно вот у него мощность сейчас он от 50 до 60 ватт у меня он стоит на минимуме 50 ватт то есть лампочка мощностью 50 ватт по сути у меня горит всегда если я хочу чтобы у меня был теплый пол работал но с точки зрения финансов это немного пока у нас электричество стоит как бы ну 50 ваттная лампочка на каждый день их жрет но можно посчитать ну как бы нормально вот этот трехходовой кран вот а вот это опять же насос он включается периодически это насос который гоняет воду на горячую воду вот котел опять включился видишь сам автоматически да значит это от гидрострелки вот от верхней части где самая горячая часть идет вода у меня на вот этот вот бойлер то есть вот кипяток сюда заходит он ее гоняет по кругу это вода вот это как раз водоснабжение это параллельно вот он заходит сюда отсюда он выходит вот она горячая вода гоняет вот так вот по кругу также сюда заходит снизу холодная вода вот она а выходит вот отсюда сверху горячая вода или вот отсюда вот насос у меня тоже не работает я его не использую это циркуляционный насос для того чтобы когда кран открываешь сразу кипяток шел но у меня опять же необходимости в нем нет вот продумайте у кого у кого дом небольшой вот опять же меня уговорили его купить но у кого боль дом небольшой в нем необходимости просто нет никакой то есть грубо говоря вы открываете кран у вас сливается та вода которая находится в трубопроводе от бойлера до крана и у вас пошел кипяток при диаметрах там 15-20 миллиметров это это происходит достаточно быстро да если у вас многоквартирный дом или у вас там не знаю коттедж многоэтажный конечно такой насос нужен циркуляционный он кстати может они разного режима бывают то есть они могут включаться и выключаться то есть он допустим утром включился вечером выключился это вот как раз а это грунфос не донфос а грунфос я сказал донфос грунфос это циркуляционные насосы они импортные я не помню изготовителя вот я тебе скажу вот такой насос на сегодня стоит 1012 один вот маленький может быть то есть сейчас на сегодня стоит тысяч восемь вот и вот про гидрострелку я не рассказал не до рассказал значит в теплых полах еще интересная фишка идет подмес воды то есть насос вот этот работает постоянно но вот здесь если посмотреть на входе у нас кипяток а на выходе у нас 30 градусов всего потому что вот этот трехходовой кран он регулирует поток то есть он постоянно подмешивает на жидкость с обратки ну которая отдала тепло уже с полов он подмешивает сюда то есть по сути он работает как бы в холостую то есть он постоянно ту же самую воду гоняет и только чуть-чуть добавляется кипятка а сколько воды в системе а я не мерил кто ее мерил это одна и та же вода это замкнутая система вода и одна и та же у меня есть подпитка вот там внизу сделано но я ее по сути подпитывал только когда изначально запускал систему запускал ее летом кстати я помню тот восторг да когда она заработала когда ну я же сомневался до последнего тут она заработала все я выдохнул просто вообще класс нет это не газ это вот как раз со скважины идет у меня скважина у меня за домом то есть я многие делают скважину в доме или в гараже я все-таки скважину сделал за домом это вот у меня как раз скважина то есть просто еще почему я сделал за домом в крайнем случае чтобы была возможность подъехать машины вдруг в какой-то период у меня уровень грунтовых вод упадет ну мало ли соседи сейчас строятся они высосут эту воду ну грубо говоря вот просто есть у знакомого он на черном у нас поселок черный все него была вода до определенного времени потом она исчезла ему пришлось бурить скважину еще глубже я тоже самое предположил что у нас и вдруг у меня вода исчезнет поскольку у меня скважина за домом ко мне сможет приехать машина и еще раз пар будет в том же месте просто глубже вот то есть это просто вот эта система водоснабжения самая простая у меня то есть это вот компенсационный бачок расширительный тоже для холодной воды то есть вот она заходит это вот сетчатый фильтр вот опять же реле давления донфос вот кстати донфос а там грунфос вот фильтр простой механический у меня стоит ну тонкой очистки и все и вода пошла единственно здесь у меня еще выводы сделаны на огород что я еще сделал этой системе про отоплением давай договорю вот это не просто так тряпочка намотана к ней идет датчик температурный тоже сам смастерил то есть периодически значит какой недостаток еще один есть недостаток в системе энергонезависимым по крайней у меня когда очень сильный ветер бывает очень сильно в этом году были ветра сильные то вот тот фитилек пламени которые есть ну в этом котле его иногда сдувает вот его иногда сдувает и у меня такое произошло два раза зимой и соответственно газ потух дома меня нету зажечь некому вот и у меня система могла разморозиться я иногда уже в командировке я после этого значит вот тот котел у меня второй дровяной он имеет встроенный электротен вот там внизу у меня электротен вот когда температура если вдруг температура у меня воды в батареях упадет ниже 40 градусов или 50 но у меня настроена на 40 градусов вот я здесь сделал 40 градусов у меня включается электротены и система начинает работать от электротенов это резервная система она нужна только для того что то есть не поддержать температуру в доме а для того чтобы по большому счету но она поддерживает температуру не разморозить систему да ну и резервный я сделал дровяной котел я когда строился у меня было много строительного мусора там он еще лишь валяется весь лишь вот у меня сажа тут то есть я топил дровами вот то есть это тоже резервная система мало ли если но я говорю это это все как может быть кто-то сочтет за придуре но когда я три или четыре дня там посидел в обнимку с генератора у меня был период жизни я понял что это лишнее не будет я поставил дроби дровяную печку дополнительно чтобы если что-то пить дровами в принципе я вам скажу так что вот этой дровяной печкой можно протопить дом единственно вот у нее будет какой какая проблема достаточно она хорошо будет эти дрова кушать то есть надо будет постоянно подкидывать то есть каждые два часа надо будет подкидывать дрова с ну и в холодный период вот она тоже самотеком работает вот она сейчас тоже за параллельно то есть принципе циркуляция жидкости идет везде до хрена обошлась не считал я очень много делал сам то есть я допустим всю то есть не помню не считал ну вернее я считал потому что на тот период то есть я ну мне надо было рассчитываться со строителями со сварщиками но я это не записывал сейчас я тебе не скажу но это в любом случае обошлось дешевле если бы я кого-то нанимал то что я все делал сам то есть вот этот допустим полипропилен металлопластик я делал сам все сам я покупал фитинги сама по его сам делал мне единственно что сварили то есть мне сварили трубы вот эти вот резьбовые соединения тоже все сам делал то есть все резьбы собирал сам резьбы все собирал с паклей значит тоже вот тут вот принцип такой был что фум лента тут тоже в некоторых случаях присутствует но есть обязательно пакля сейчас очень модный способ на герметик так называемая анаэробные герметики то есть резьбовое соединение собирают с герметиком смазывают и при отсутствии воздуха происходит схватывание этого герметика то есть воздуха нет он не схватывается воздух есть нет воздуха нет он схватывается воздух есть он не схватывается я одно соединение собрал на воде попробовал мне не понравилось то есть он получается такой ну сильно хрупкий стекло и потом разобрал специально посмотрел поэтому я тоже по старинке собрал на пакли тоже тот же принцип я подумал у бабушки дом 70 лет на пакли суриком стоит думаю я соберу также не надо мне да вот лишь даже паклю торчит торчит еще вот она есть пакля чем удобно она ее легко очень разобрать вот она вот видишь волосики пакли под пакли но у меня тут все грязно еще лен это лен лен сантехнический лен вот очень удобная штука этот сантехнический лен засветишь значит ну не видно будет лучше от лампочки отойти блин я тут мамы я тут могу долго еще рассказывать все да ну мы кусочки наверное может быть и вы уже подумай как это все монтировать у меня руки до сюда еще не дошли то здесь ремонта не было кроме того что в этом году плитку на пол положил да вот то есть вот видишь все шикарно нет она особо не горячая то есть можно потрогать вообще температура сгорения горения газа относительно невысокая ну вот здесь вот то есть вот рукой вот газ горит я могу рукой ну прикасаться это говорит о том что кпд на суну котла не неплохое то есть большую часть энергии он отдает воду нагревание воды вот это вот еще один расширительный бачок это на горячую воду тоже требуется расширительный бачок на горячую воду ну что в горячая вода те когда краны закрыты она нагревается системе расширяется нужно ну чтобы давление сбрасывалось нужно какой-то расширительный бачок там расширительный бачок это на холодную воду на скважину и третий расширительный бачок у меня но он открыт открытого тепла типа он самодельный да он такой вот связан с атмосферой никто не верил что она реально существует я решил собственно доказать что люди правы нашел старые чертежи своего дома то есть это вот первоначальные чертежи участка все сделано в натуральную величину в принципе почти как я себе рельса рисовал это я рисовал получается уже более ой семи или восьми лет назад почти все то же самое и реализовал немножко виде изменилась то есть у меня гараж получился двухэтажный сейчас у меня с этой стороны гараж и с этой стороны у меня еще ворота влезли вот тут я рисовал вставку прозрачную проход между гаражей потом я от нее отказался думаю будет больше геморроя и сделал обычный здесь у меня сейчас профнастил вот но очень вот вот все пропорции соблюдены есть на теплицу немножко изменил то есть я думал сделаю теплицу из обычного поликарбоната но все-таки видоизменил ее сделал как на мой взгляд поудобнее конечно пришлось повозиться побольше но а значит я и сделал со скатной крышей вот за счет этого она у меня получилось больше по размерам ладно но это то что касается общего вида но и плюс у меня здесь скажем так появился еще лесок с грибами с ягодами с огородом вот ну а так вот вот тот проект который изначально я рисовал и который потом реализовал вообще очень удобно не то что удобно очень приятно когда что-то делаешь своими руками вот так вот рисуешь а потом это воплощается в жизнь ладно сейчас перейдем к проекту в другому немножко я я взял отдельно дом в доме в этом нарисовал систему отопления но ее основы и сейчас я вам их покажу перехожу значит к тому чертежу дома который собственно я подготовил для объяснения системы забыл как линии одним щелчком убираются поэтому сейчас лишнего беру то есть это я нарисовал специально для объяснения системы отопления значит она у меня уже внутри нарисовано сейчас я буду поэтапно убирать вот и собственно все мы тогда увидим и поймем значит вот это я рисовал прогнозируемый уклон сейчас мы уберем первым так уклон мы убрали теперь мы убираем крышу крышу мы убрали так у нас остается кирпичная кладка плиты перекрытия вот чем удобен скейчат рисование правда в других программах 3d моделирования не рисовал собственно но вот здесь удобно работать со слоями то есть каждый элемент можно делать со своем слое слое можно его связывать группировать обзывать элементом каким ну принципе мне удобно так убираем стены то есть кирпичную кладку убираем вот нас остается плиты перекрытия перемычки вот над окнами видно уже батарея но я батареи не все стало рисовать следователь давайте уберем ночь перемычки понятно увлером они нам не нужны убираем значит плиты 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 подвала убираем так берем плиты подвал выбираем перемычки так перемычки 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 так вот убрали перемычки собственно вот то есть вот уже я в пропорции в существующем фундаменте это я делал раскладку по блокам сейчас еще покажу то есть у меня пол глубже гораздо то есть если видно вот у меня подземная часть ниже здесь у меня еще как я рассказывал залито плита то есть сейчас я покажу на всякий случай вот повел скрыл пол то есть получается еще три блока и плита залиты у меня и засыпаны землей то есть это было сделано как я уже рассказывал за того что у меня было неоднородное основание по песку так но идем ближе к отоплению так нам собственно кроме отопления уже больше ничего не понадобится то есть убираем блоки фундаментные убираем фундаментные блоки так фундамент вот вот у нас остается так открыта линия у нас надо ее удалить вот у нас остается система отопления сама сейчас я ее покажу в краски и будет тогда понятно я не стала рисовать бойлер это ну как бы уже само собой понятно я рисовал начертил вот основной принцип этот принцип касается котлов и значит гидравлической стрелки то есть вот значит сейчас будет все понятно то есть у меня получается система не одна трудность система у меня 2 трудная но я и так называю то есть у меня верхнее кольцо вот я ее выделил красным это кольцо которое идет от котла с горячей водой то есть вот у меня котел от котла горячая вода поднимается вверх и попадает верхнюю петлю верхняя петля у меня расположена под полом первого этажа или по-другому можно сказать вот потолком подвала сейчас если плиты включу возможно будет видно ли ты у меня почему-то а вот они плиты то есть вот вот у меня включились плиты вот видно то есть каким образом то есть у меня на первом этаже то есть вот это пол первого этажа у меня из пола только выходит две трубы то есть горячая батарея и обратка подача обратно все больше ничего у меня нету то есть с этой точки зрения у меня планировка но просто идеальная в плане того что у меня никаких труб нету на первом этаже на живом у меня все трубы сосредоточены в подвале все я думаю все поняли значит плиты мы убираем вот значит вот это у меня расширительный бачок он у меня открытого типа но я вот так нарисовал на самом деле у меня прямоугольный верх у меня закрытой и сбоку сделал просто маленький отводик там диаметр 15-20 миллиметров для того чтобы выравнивать перепады давления вот но при этом испарение воды через него практически не происходит то есть за 45 лет я вот как набрал систему воды я ее ей так и не пользовался ладно давайте еще раз по батареям расскажу то есть у меня как бы 2 полупетли теоретически вот эти петли можно было соединить то есть вот эту красную ветку и вот эту синюю ветку можно было соединить но я почему-то решил разомкнуть потому что ну во первых у меня в этой части подвала планируется сауна как бы я подумал что там зря специально топить особой необходимости у меня нет вот ну и плюс я почему-то вот не знаю интуитивно мне так показалось что если я их соединю то непонятно в каком месте как бы у меня будет находиться так называемая мертвая зона потому что у меня здесь два по потока расходятся да то есть они вот они вышли и один пошел налево один пошел направо и где-то он где-то там они должны соединиться то есть должен произойти некий гидроудар и поэтому я разрезал не знаю может быть сказать это я сделал больше интуитивно правильно это сделал или нет не знаю время наверное правильно потому что все работает ну то есть вот и так еще раз то есть горячая вода подходит получается она заходит вверх горячая вода заходит в верхнюю часть радиатора она остывает радиаторе радиаторы выдавливает она идет обратно по трубопроводу котлу возвращается то есть батареи работают как насоса но это не новинка это написано везде что батареи работают как насос плюс у меня стоят батареи я тоже не все стал рисовать я нарисовал только одну батарею вот здесь вот в подвале но я ими не пользуюсь у меня в подвале стоят 4 батареи не пользуюсь ими по какой причине потому что во первых хватает того тепла который идет от этих трубопроводов от подачи от обратки теоретически если их за изолировать может быть имеет смысл и придется включать эти батареи также я сделал во всем подвале теплый пол но я все тоже не пользуюсь ну что подвал у меня не живой но собственно я думаю что теперь по самой системе по системе разводки понятно разводка у меня 40 трубой в основном 50 труба у меня только вот здесь непосредственно возле котла теперь самое интересное у котлов вот давайте посмотрим то есть вот понятно это газовый котел вот от него пошла подача и она пошла в верхнюю петлю значит это у меня дровяной котел он также завязан вот у него сбоку пошла подача но у него такой конструктив тоже поднимается и соединяется в эту же часть это же пошло в верхнюю петлю вот тоже самая обратка то есть обратка возвращается в газовый котел и параллельно этой же обратки подключен дровяной котел также у меня в дровяном котле я не стала рисовать вот с этой стороны сразу завода сделан тэн он у меня тоже подключен я про него рассказывал он у меня работает на случай резерва если вдруг у меня газовый котел по каким-то причинам задует фитиль так как котел у меня энергонезависимый то есть в этой системе у меня не стал я рисовать вот здесь стоит через байпас стоит насос но он не использую насос на газовый котел я и он у меня не работает если у вас система обычно энергозависимый как правило стоит первый насос который качает воду от котла гидравлической стрелки вот она видите гидравлической стрелки у меня здесь тоже насоса нет то есть циркуляция по гидравлической стрелки вот по этой малой петле она происходит своим сама по себе кстати забыл цвет поменять это у меня получается остывшая вода на сине нужно то есть горячая вода помимо того что она поступает батареи вот она пошла верхний контуры пошла в батареи она у меня поступает гидравлическую стрелку то есть гидравлической стрелки так называем или распределительные стрелка кто как ее называют вот всегда горячая вода далее здесь у меня конечно же есть насос насоса у меня на сегодня два первый насос это насос который вводит гонит горячую воду на бойлер вот но понятно бойлер это тот значит то емкость которая накапливает горячую воду для того чтобы помыться ну для того чтобы помыть посуду и так далее второй насос у меня на теплый пол то есть вот он у меня также гонит на теплый пол схему саму рисовать смысла нет она понятно здесь идет подмес вот здесь вот перед насосом стоит еще трехходовой кран вот я вам покажу ну не стал рисовать стоит подмес то есть подмес воды через трехходовой кран то есть этот насос по сути он всегда масло это он чуть-чуть кипяточку отсюда берет в основном он все время гоняет через себя прохладную воду то есть на выходе у него ну 30 32 градусовыми вот вот этот насос у меня сейчас не стоит но этот вывод у меня сделал с перспективой на теплицу то есть ту теплицу которую построил я планирую что она у меня будет теплая я конечно всю зиму топить не буду но я возможно буду ее включать ранней весной и выключать поздней осени и скорее всего то есть я хоть насос здесь и нарисовал я вероятнее всего поставлю здесь бойлер и циркуляция по бойлеру самой воды будут будет идти естественным способом также по тому же принципу что холодная вода опускается вниз бойлер у меня будет заполнен ну то есть в бойлере будет стоять змеевик уже скорее всего стасовом ну с антифризом какой-то и вот как раз насос у меня будет антифриз гонять уже в теплицу чтоб потому что если буду гонять в теплицу есть риск того что я всю систему разморожу и здесь вот я три патрубка указал это патрубки обратки то есть вот у меня обратка идет с теплого пола идет обратка с бойлера и перспективная обратка с теплицы если я все-таки буду теплицу запитывать воды или с еще одного теплообменника который здесь будет стоять скорее всего будет стоять еще один теплообменник это возврат будет с теплообменника теплицы вот вот такая система отопления значит у меня была энергозависимая система отопления и я прекрасно знаю как она работает там газовый котел работает только на гидрострелку и для того чтоб он работал он постоянно качает воду через электронасос на гидрострелку дальше уже от гидрострелки пошли насосы свои свои насосы пошли на батарею свои насосы пошли на теплый пол свои насосы пошли на бойлер ну вот это основные три насоса в моей системе даже если отключают электричество у меня батарея все равно продолжает работать потому что система сама гравитационная батарея работает по принципу н limited гравитационного теплообмена то есть горячая вода вверх холодная вниз если у меня отключат электричество у меня максимум что перестанет работать это у меня перестанет работать насос на бойлер то есть я могу через какой-то период времени остаться без горячей воды но собственно у меня если оттучит электричества у меня и скважинный насос не будет работать соответственно у меня не будет никакой воды также если отключат у меня электричество у меня перестанет работать теплый пол ну как-то без теплого пола я какое-то время пережил ну понятно значит у меня уйдет перестанет работать теплица но теплица это далекая перспектива вот то есть господа я рассказал вам свою систему она до элементарного просто конечно же здесь необходимо было соблюдать определенные уклоны вот то есть я нарисовал все параллельно перпендикулярно значит вот у меня значит где располагается расширительный бачок кстати хочу рассказать сейчас есть бытует ошибочное мнение я очень много книг изучал перед этим что вот этот напорный трубопровод который идет из котла его надо сделать как можно выше чтобы так сказать разогнать воду это глупости значит и я во многих схемах наблюдал такие схемы то есть поднимается потом поворачивает потом идет вниз потом идет разводка это неправильно это это глупо насколько вы разогнали вверх настолько же опуская вниз вы потеряли у нас безусловно насоса работает сам котел горячая поднимается вверх и у нас насосами работают батареи не надо про это забывать то есть горячая вода остывая батареях опускается вниз идет обратный оттоп ну то есть вот такая у меня система по большому счету где вы расположите расширительный бачок не имеет никакого абсолютно значения я мог его запитать снизу я запитал его сверху просто у меня в этом месте почему он у меня в этом месте расположен я сейчас плит еще раз включу вот у меня в этом месте спуск с подвал и у меня в этом месте было свободное пространство я его затолкал под самый потолок вот таким образом он у меня получился здесь значит на что влияет высота расширительного бачка ну понятно он во первых сглаживает колебания температурные то есть расширение воды которые так или иначе происходит но плюс ко всему он добавляет давление чем выше расширительный бачок тем выше давление давление нужно для эффективной работы системы отопления чем выше давление тем эффективнее работают прежде всего это влияет на насосы то есть меньше кавитации в насосах поэтому ну то есть я мог опять же сделать этот бачок мембранного типа закрытой и периодически подкачивать туда компрессором воздух но я тоже решил значит геморрой себе не добавлять зачем 70 лет работала система у кого-то да зачем изобретать велосипед я решил сделать ее открытого типа вот и я очень доволен я делюсь с вами если у вас будут какие-то вопросы обращайтесь если кому-то надо будет спроектировать систему тоже обращайтесь я нахожусь в городе миас принципе если вы в горно-заводской зоне то не проблема можно вообще приехать если вы находитесь где-то далеко это в принципе можно сделать дистанционно но вы предоставите мне чертежи своего дома а я вам эту систему спроектирую нарисую вот так же если есть необходимость то есть вот я хочу показать значит я занимаюсь ну как я уже показал проектированием я могу делать чертежи то есть проектную документацию какого-то спец образования строительного у меня нет но у меня два технических образования если нужна будет документация соответствующими структурами у которых есть лицензии то тоже опыт работы с такими структурами есть то есть я принимал опыт строительстве производственного четырехэтажного здания то есть я изначально чертил документацию также в скейчапе и потом эту мою документацию уже с небольшими правками приводили в соответствие скажем так со всеми строительными нормами но все равно то есть скажем законодателем идейным вдохновителем здание был я информацию по этому зданию я наверно тоже выложу на сайт домик у леса точка ру и издание это было построено для производства нового предприятия о но масс которая выпускает пивное оборудование ну вот собственно наверное все если у кого-то еще останутся какие-то вопросы с радостью отвечу на них вам всего доброго до свидания до новых встреч традиционно уже обращение для тех кто хочет снять видео обзор своей недвижимости то есть мы можем приехать снять видео обзор вашего коттеджа и потом этот видео обзор выложим в youtube либо оставим вам и вы собственно сможете покажет показывать этот видео обзор ну то есть эту рекламу своим потенциальным покупателям вот но я думаю это очень должно быть удобно потому что но вместо того чтобы каждый раз отвечать назад на звонки там что как где один раз сняли ролик этот ролик выложили все кому интересно посмотрели кто решил покупать приехал собственно с чемоданом денег деньги отдал купил я думаю это должно сработать вот новыми традиционно опять же подписывайтесь на канал ставьте лайки значит большая просьба огромное размещайте видео обзоры на своих страничках социальных то есть это прибавит нам новых подписчиков ну а вам огромный огромный плюс в карму насчет плюсов кармы пошучу сейчас мне как-то звонят девушки знаете с колл-центра периодически звонят девушки и проводят какие-то опросы я обычно трубку сразу ложу но тут позвонила девушка но очень приятный голос такой думаю дай поболтаю в общем и она мне такая но что-то рассказывать что-то начинает она у меня делать какой-то опрос я уже не помню про что но что мне запомнилось то есть я и говорю но а мне то чё с того что я вам сейчас вот вот это вот все расскажу там это она ну как же говорит причем таким искренним таким наивным искренним голосом ну как же вам будет огромный плюс в карму но я чё так проникся может действительно может этот плюс в карму бывает вот так вот поражал конечно потом и часто я это это вспоминаю эту девушку так что вам огромный плюс в карму если разместите видео на своих социальных страничках то есть но она много подписчиков и лайков пишите пожелания пишите что снимать дальше так что вот до новых сериях до новых встреч всего доброго до свидания до новых встреч